Релиз игры Marvel's Spider-Man 2, новая игра про железного человека, OTA и мотив, зрелищный трейлер фильма Форсаж 10. Всё это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем видео. Берите что-нибудь вкусненького, поесть, попить, загружайте свой царский королевский лайк, ну а мы начинаем. Поехали! Разработчики из студии Insomniac Games попросили фанатов проявить терпение в ожидании подробностей о Marvel's Spider-Man 2. С анонса которой прошло 2 года. Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о том, почему команда разработчиков ничего не показывает, хотя обещали выпустить игру для PlayStation 5 в 2023 году. Те провели аналогию с процессом приготовления еды на кухне, отметив, что из комнаты доносится приятный аромат, но необходимо подождать, так как блюдо пока не готово. По слухам, релиз игры Человек-паук 2 запланирован на сентябрь 2023 года. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5. После успешного запуска Dead Space Remake, студия Motiv полностью посвятила себя сюжетной игре про Железного Человека, анонсированной в сентябре 2022 года. Официальных подробностей о проекте пока почти нет, кроме того, что это будет полностью оригинальная история, а не адаптация одного из существующих сюжетов про Железного Человека из комиксов или фильмов. Как стало известно теперь, Iron Man от EA Motiv может стать игрой с открытым миром, на что намекает свежая вакансия с поиском старшего специалиста. Если говорить более точно, то студии потребовался специалист, имеющий опыт работы с открытыми мирами и нелинейными диалогами. В настоящий момент игра находится на ранней стадии производства и будет представлять собой однопользовательский приключенческий экшен с видом от третьего лица. Разработкой проекта занимается команда ветеранов во главе с Оливье Пру, до этого занимавшегося Стражами Галактики. Компания Universal Pictures представила второй полноценный трейлер десятой части гоночного боевика «Форсаж». В трейлере демонстрируется все то, чего поклонники кинофраншизы ожидают от каждого нового фильма. Зрелищный адреналиновый экшен со взрывающимися и падающими с большой высоты автомобилями, в котором участвуют брутальные герои и злодеи. Что касается злодеев, то в десятой части киносаги угрозой для семьи Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля станет Данте, сыгранный Джейсоном Момоа. «Форсаж 10» от режиссера Луи Летерье выйдет в прокат 19 мая. На прошлой неделе некоторые ожидали увидеть полноценный анонс Mortal Kombat 12, но его так и не произошло. Теперь возможное окно для раскрытия игры перенеслось на следующий месяц. О том, что новую часть Mortal Kombat могут показать в мае, сообщил инсайдер и редактор портала Windows Central Джесс Корден. Он написал, что о новой игре узнать больше мы сможем уже в следующем месяце. Таким образом он намекнул на майский показ первого геймплея Mortal Kombat 12. Игра была официально подтверждена еще в феврале. Тогда в рамках презентации для инвесторов Warner Bros. сообщила, что следующей игрой NetherRealm Studios действительно будет MK12. И выйдет она уже в 2023 году. Подробностями компания пообещала поделиться в ближайшее время. Компания Techland уже интересуется у игроков насчет третьей части приключенческого зомби-сервайла Dying Light. Директор франшизы недавно устроил опрос в твиттере, спросив у фанатов, кем бы они хотели видеть главного героя в триквеле. Также он подчеркнул, что это не анонс Dying Light 3, а только сбор информации для помощи разработчикам, если они соберутся делать продолжение. В прошлом году он уже обсуждал возможную Dying Light 3, отметив, что хотел бы сделать протагониста более сильным сразу с начала игры. Dying Light 2 вышла в феврале 2022 года и за месяц после релиза продалась тиражом в 5 миллионов копий. Одновременно с первой годовщиной игры Techland заявила, что продажи всей франшизы Dying Light превысили 30 миллионов единиц. Компания планирует поддерживать вторую часть не менее 5 лет. Что ж, ну а на этом прекрасном моменте наши новости подходят к концу. Пишите в комментариях, как вам они, также подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. Ну а мы увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok